Реконструкция коммунального моста, самого значимого для жителей Кызыла объекта через Енисей, идет полным ходом. Крупномасштабная стройка стартовала в конце прошлого года и с каждым днем набирает обороты. На данном этапе строительства мы производим фундаменты опоры номер 1, 2, 8, 9. Это бурение буронабивных свай. На данном этапе закончено бурение свай по опорам 1, 2 и 9, это по правому берегу. Также ведем возведение фундаментов на опорах 3 и 4. Наша задача сейчас ходит до начала паводка, закончить третью и четвертую опору, поднять тело фундаментов выше паводковых вод. Необходимость реконструкции транспортной артерии столицы возникла в связи с динамичным развитием правобережного микрорайона города, в том числе размещением 55-й мотострелковой бригады. В последние годы ситуацию с транспортной доступностью правого берега усложняли пробки при въезде и съезде с моста в утренние и вечерние часы пик. Реконструкция коммунального моста предусмевает строительство дополнительного моста. У нас получается двухполосное движение в сторону Абакана и так же самое со стороны Абакана мы едем уже по новому мосту. То есть у нас получается дорога с четырьмя полосами движения. После сдачи моста у нас никаких пробок заторов в городе не будет, так как это происходит утром и в обеде часы с правого берега. Помимо увеличения транспортного потока в проект объекта входит устройство тротуаров с разделительной зоной, освещение, светофоры, благоустройство заездов улиц с правого берега и реконструкция подъездов со стороны левого берега. Сегодня на строительной площадке задействовано 12 единиц техники и порядка 30 человек. Основные работы ведутся по укреплению русловых опор. На старом мосту идет бурение буренобъявных скважин. Это по усилению фундаментов старых опор, чтобы снять ограничения по существующему мосту. Так как у нас ограничения в связи с тем, что он аварийный, сейчас аварийность мы убираем. В течение 2018 года мы ее уберем полностью. То есть можно будет ездить любым автотранспортом по ней. По опоре нового моста. То есть получается, вот забито шпунтовое ограждение. Шпунтовое ограждение забивается для предотвращения доступа воды в котлован. Вода откачивается дренажными насосами. И то есть мы работаем, выводим фундаменты, уже работаем в сухом котловане. В 2017 году в рамках государственной программы России развития транспортной системы на реконструкцию мостового перехода из федерального бюджета было выделено 200 миллионов рублей. Из республиканского бюджета – 11 миллионов. В этом году распоряжением правительства России Туве выделены 500 миллионов рублей. Из республиканского бюджета – 40. Срок сдачи объекта – ноябрь 2019 года. После завершения работ мост сможет выдержать сейсмособытия в 9 баллов. Продолжение следует...